Всех приветствую, с вами инженер-электрик Екимов Игорь. Сегодня разберемся как качественно и надежно подключить многожильный кабель, автомат, клеймник или нулевую рейку. Существуют электрики, которые по старинке просто подкручивают провод и зажимают его. Так делать нельзя, обычно часть жил многожильного провода уходит из-под зажима. В результате в месте подключения происходит заушение сечения провода. Место соединения начинает греться и соединение может перегореть. Плюс к тому провод плохо держится в зажиме и в результате эксплуатации соединения провод может вообще отсоединиться. Особенно это часто встречается в клеймниках и нулевых рейках. При подключении провода часть жил, а то и все жилы, могут попасть в пустое пространство сбоку от винтового зажима. Скептики скажут, что такое редко происходит, но по-любому это ненадежное соединение и так делать не стоит. Для надежности соединения все жилы многожильного провода нужно объединить. Это можно сделать двумя способами. Или сделать лужение провода, или поставить на провод наконечник. Разберем лужение. Вот пример лужения провода. Это таймер вентилятора. Концы, как видите, пролужины и их можно подключать в клеммник. Если токи небольшие, то такое соединение работает. Например, к этому таймеру подключается вентилятор до 300 ватт, а это чуть меньше полутора ампер. Часто такие соединения используются в радиоэлектронике. Но если токи более большие и используются более толстые провода, то простого лужения недостаточно. Лучше применять наконечники на провод. К тому же припой это мягкий металл. При больших токах усилия по зажатию провода большие и припой под нажимом может течь, ослабляя место контакта. Место соединения нужно постоянно подтягивать. Плюс это нужно с собой таскать паяльник вместе с припоем и флюсом. Обязательно должна быть рабочая розетка, куда этот паяльник подключить. Да и нужно ждать время, пока паяльник нагреется. В электрике ставить наконечники на многожильный провод лучшее решение. И тут есть несколько любительских решений, и только одно профессиональное. Первое. Вставляешь провод на наконечник. Вставляешь, например, в автомат и зажимаешь провод. Вот я зажал в автомат. Также можно зажать в рейку или клеймник. Проблема в том, что точка контакта провода и наконечника ограничена и это может привести к плохому контакту со временем. И, как правило, провод можно выдернуть с места соединения. Второй вариант. Перед подключением провод обжимается плоскобувсами. Такой наконечник также с провода легко снять. Более-менее можно такой провод зажать в автомате. Но если усиленно потянуть за провод, он также выйдет из-под зажима. Клемник или рейку, такую лопату вряд ли вставишь. Есть третий вариант. Можно зажать кусачками. Так, через каждые два миллиметра зажимаем. Наконечник на проводе держится уже лучше и он лучше контачит. Но опять, его можно вставить только в автомат и он будет хорошо держаться. Но в клеммник или рейку такой наконечник вряд ли вставишь. Вот я зажал в автомат. Он уже держится гораздо крепче и нужно приложить значительное усилие, чтобы его выдернуть. Но есть профессиональное решение. Это специальные обжимные клещи. Обжатие клещами позволяет обеспечить надежное качественное соединение, т.к. втулка наконечника хорошо контачит с проводом на протяжении всей длины. Наконечник на проводе хорошо держится. Его невозможно снять с провода вручную. Плюс обжатый наконечник с проводом достаточно жесткий. Поэтому соединение не плывет со временем. Хотя раз в полгода рекомендуется подтягивать любые электрические соединения. Мне понравился такой наборчик кайвиц. Сразу в одной коробке и клещи и наконечники. Это позволяет все для обжимки многожильных проводов держать в одном месте. Тут есть сами клещи, набор наконечников для проводов с сечением от 0,5 до 10 мм квадратных и такое приспособление для зачистки проводов. Такие двойные наконечники в комплект не входят. Их нужно докупать отдельно. Сами клещи могут зажимать наконечники от 0,25 до 10 мм квадратных. Я этими клещами зажал двойной наконечник сечением 2 на 6 мм квадратных, то есть 12 мм. Вот пример зажатого такого наконечника этими клещами. Процесс установки наконечника довольно простой. Вначале обрезаем провод. Зачищаем провод на высоту наконечника с небольшим запасом. Вставляем наконечник. Вон видите, даже чуть-чуть вылазит тут. Чтобы открыть клещи слегка нажимаем. Они открываются. Вставляем в губки наконечник и сжимаем ручки. Отпускаем. И у нас наконечник установлен. Обжатый наконечник уже можно вставлять в автомат, клеммник или нулевую рейку. Квадратное сечение я считаю универсальным сечением, которое подходит для большинства случаев. Существуют и шестигранные обжимники, как этот. Он больше подходит для наконечников, которые вставляются в круглые отверстия, такие как в рейках и клеммах. К тому же, эти обжимники в основном выпускаются для провода с сечением до шести миллиметров квадратных. Данные клещи могут зажать наконечники до двенадцати миллиметров квадратных. Эти пресс-клещи имеют удобные изолированные ручки. Тут стоит регулятор силы обжима. Откручивается этот винтик и поворачиваем этот регулятор в плюсовую сторону, если нужно усилие зажима увеличить и в минусовую, если уменьшить. Меня минимальная сила зажима вполне устраивает. Регулировать нужно именно в таком положении, когда клещи раскрыты. Есть в клещах механизм фиксации транспортное положение. Для этого достаточно клещи зажать до такого положения и они фиксируются. Выполнены клещи качественно. Отзывы хорошие. Как будут служить, время покажет. А сейчас по поводу зачистки, которая входит в комплект. Я обычно применял ее для зачистки телефонных проводов КСПВ. То есть такой провод. Для зачистки электрических проводов она вряд ли поможет. Даже если с усилием сжимать эту зачистку, то можно порезать часть жил многожильного провода или сделать кольцевой надрез на одножильном проводе. Из-за чего провод в этом месте будет более ломкий. Вот я пытаюсь зачистить и тем не менее у меня зачистить не получается. Только остался вот такой надрез. Более лучшим решением для зачистки проводов являются такие кусачки. Они имеют отверстия фиксированного размера. И прорезая изоляцию, они не режут сам провод. Вот прорезал изоляцию. Снимаю. Как видите, все жилы остались целы. Главное правильно подобрать отверстия для провода. Кусачки могут зачищать провода от 0,5 до 6 мм квадратных. На ручках есть фиксатор, чтоб кусачки удерживать в сложенном состоянии. Интересное решение с пружиной. Она спрятана под этой шайбой. Это позволяет более полно использовать рабочую плоскость инструмента. Этими кусачками можно обрезать провода. Вот одножильный медный провод шестерка. Медные провода большего диаметра я кусать не пробовал. Гвозди и металлическую проволоку тоже кусать не рекомендую. Они не предназначены для таких материалов. Губки расположены под углом. Это удобно при откусывании радиоэлементов на печатных платах. Их заточка позволяет отрезать провод буквально впритык к плате. Люфта в ручках я не заметил. Одножильные медные провода кусают хорошо. Но чтоб удобно кусать многожильный провод, желательно подточить губки. Эти кусачки довольно легко подточить обычным бруском, чем я и займусь после съемок. Еще у компании Кавиц есть одна зачистка, которая мне нравится. Возможно я позже ее закажу. Она похожа на такую зачистку, которая у меня есть, но обладает скрытой пружиной и дополнительным местом для прессовки наконечников. Как видите, моя зачистка бывалая и я ей очень много пользовался на объектах. Такой способ зачистки, как в этих кусачках или в этих клещах я предпочитаю. Эти инструменты небольшие и с ними удобно работать. Мне они больше нравятся, чем огромные съемники изоляции, которые занимают слишком много места в монтажном поясе. Ссылки на инструменты я оставил в описании. Также в описании размещу купон, по которому вы сможете купить эти клещи с хорошей скидкой. Но учтите, купон действует ограниченное время. Если у кого появились вопросы по инструменту из ролика или есть опыт его использования, пишите в комментариях. Поделитесь роликом с теми, кому эта информация интересна. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтоб не пропустить новые ролики. Особая благодарность тем, кто поддерживает канал материально. Поддержите видео лайком и до встречи в новых и старых роликах.